приветствую вас всех мои дорогущие друзья мы продолжаем проходить игру макс пейн вот мы врываемся в клуб рогнарек который нам хорошо известен по первой части его выкупил влад и хочет сделать тут ресторан водка а я не хочу чтобы тут был ресторан водка но меня никто не спрашивает особо тихо вот это ты прям меня хорошо подловил как-то копчик до сих пор не отбил макс он ладно ингрэма у них это все серьезно обрезы так и трупы которые видим тут оставил влад кто-то разговаривал по другой линии настоящий джентльмен успокаивал свою подружку ясное дело не они да джентльмен ну ладно макс туда чего макс все разрулит какой же приятный тут экшен просто невероятно споткнуться что скула шоу май ковбой серьезно мало пойдем вытащим твоего босса пока он нас до смерти не уболтал как это необычно мне компаньон появился уже наверху правильно они сами напросили ты просто иди по следу давай гаси его молодец у интерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно логика подсказывала что подкрепление уже должно быть пути кто-то наверняка слышал выстрелы логика как обычно удала так ну ладно пойдем пойдем с тобой ты меня там прикрывай снизу ты хоть польза тебе должно быть но при этом фраги у меня не отбирают черта мохнатый я не привык такому я же вообще волк одиночка который привык рвать жопы в одиночестве но блин ну конечно не хотел чтобы было так все все ну закалаш спасибо тебе заранее удружил смотри чё ох ты бочки с вином если выстрелить в них польется винишко давай давай с тобой отопьем немножко не хочешь что ли что трезвенек молодец здоровый образ жизни ведет красавец ты чё творишь то поджечь меня решил о болиталяющий отлично с этих чубчиков тоже падает это приятно осознавать ох ты еще болиталяющий что-то их прям очень много тут цепит тут их гораздо больше чем в первой части возможно тут болиталяющий зависит количество болиталяющих которым находим на уровне зависит от уровня сложности а может быть и нет кто там еще откуда не совсем понимаю терпой ну все все без вопросов как друг мой мне конечно весело тебе весело я рад что тебе весело я рад что тебе весело дружище все веселись веселись и отрывайся танцуй пока молодой владик танцуй пока молодой тихо я не понял ребята вообще что попутали так будет ли еще очень медленно установить здоровье все владос держись держись там давай влад не мог дольше держаться смысле не могут удержаться что он уже было слишком позже он сдох что ли уже да ладно да ладно не мог он сдохнуть вы чего тоже русский мафиоза мафия бессмертная понятно все так как кидать и гранаты на какую не понял что-то нет ну давай еще раз плохо на колесико кидать так что у нас тут сколько богатства сколь много болеутоляющих нам дает и болеутоляющие здесь еще у челика в карманах классно просто какой-то кайф упырь упырь это ты так тяжелый калибр так ангрэмы патрон много отрывайся да не собираюсь от вас скрываться кто-то такой чтобы отец скрывался хоть ты выглядишь как бандит из 90-х я тебя не боюсь так что у вас тут интересненько есть помповое ружье бро боекомплекты гадробовичку который я не использую но пускай будет так двери замурованные значит надо вниз идти так макс очень просто разбивается поэтому лучше не прыгать с большого расстояния ноги не качает совсем о что-то мне кажется это серьезно малый был да или нет так это кладовая видимо так наверху еще пристрелка да болеутоляющие полно так используем не жадничаем это был неплохо по-моему да чуть-чуть смазал конечно послевкусие Так Ладно, в этой игрушке Даже береты неплохие Не то, что в первой части В первой части они крайне скверны были Разве что на первых этапах игры О! Давай, умри ты, скотина Фух У меня было полно блютолеющих Их не осталось почти вообще Когда же вы кончитесь, уроды? Это кто еще такой? Винник гонить Оуу, серьезно? Ну это Влад, понятно Я иду так русские не сдаются а у меня от русского по-крайней мере имя так где за патрон спасибо большое так что у нас тут инструменты ну давай загоните будем кончать у макс аккуратно ты чё сбегаешь оставь это для своих тоску преступный гений убирая всех конкурентов подпольные торговляры мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее а ты сам чем корнишься напомни в корне перевоспитался честная пионерская с моей водкой ни один ресторан не сравнится а золочусь и не была потрясающая а ее убили ни за грош руку тебе сейчас задели нет вчера не присоединишься сделаем вид что я при исполнении ну по сути так она есть ведь вот мы и дома где-то в ночи словно открылась дверь донеслось эхо прошлого чудовище в бездне моего разума опять пробудилась когда закрываешь глаза смотришь в себя в темноту а теперь адрес неизвестен я давно не спал а когда засыпал мне снились кошмары я был в плену кошмара злой двойник увел мою девушку в дурном сне что ни делай выйдет несчастье я гнался за ним и попал в мрачный параллельный мир в город нуар йорк я просыпался ночью в страхе что день это просто сон моим двойником был джон зерка он был дьяволом воплотив падшим ангелом он был серийным убийцей за свои убийства он подставил меня макс опять я торчит а кто там еще опа мона кто пришел а никого нет коробок кто же это принес а ну давай быстро говори что тебе от меня надо что ты знаешь про моно что с ним случилось где-то коробки никто мне открывать не хочет естественно они наверное уже привыкли к тому что я нажираюсь вечером от одиночества и дебоширю так что это о это привычно для меня правда я привык больше по прямой по ниточке там ходить тюха что такое кто мне засыпать коробками макс в коробке так мона твою мать чешки это ключ это мона тоже только что была там может возьмешь трубку кто мне звонит наслоилось одно на другое это последнее предупреждение ты же зуреньши совсем не сдаюсь ведь я же сдаюсь уроды а там тупик это нормально тебе не нужно просто расскажи нам что ты сделал с тобой покончено все что ты скажешь будет использована против тебя что ты скрываешь она жива так убил свою семью ты убил их я могу сделать один телефонный звонок уже сделал я еще не сделал ничего охренеть можно как ты бредишь сильно макски надо отпуск взять куда-нибудь в теплые края когда просыпаешься мир в тумане что во сне было ясным оказывается бессмыслицей никаких чудес никакого волшебного спасения но ты хотя бы не спишь никаких нас не будет это плохо меня разбудил стук в двери мона так и знал что ты появишься макс я не по твою душу войти можно пушка пасти ходи ты в опасности я тоже нас обоих заказали никаких нас я бы должен тебя повязать по подозрению в убийстве я прикрывался полицейским значком в жизни все случается не так как ожидаешь опаньки не соврала она они нашли меня приходить сюда было ошибкой подожди мона да блин может чтобы в одной ситуации находимся жизненной мне нужно было поймать ее и узнать что происходит мона спасибо что убил их но я это мог бы сделать и я сам ну какого черта то опять от меня убегаешь тихо блин хероси бабкой да у тебя есть право его защищать я вообще не против о чем ты говоришь то ты молодец проявил свою гражданскую позицию взяла и грохнула ублюдка какие могут быть к ней претензии так наверху на карнизе наверху на карнизе вы не прихерели ребятки блин никогда мне это не надоест так алкаш не понятно шитокрыто шитокрыто у меня тоже шитокрыто спасибо что поинтересовались ну было бы странно так а вы откуда с лифта они заклинили лифт взяли и заклинили лифт конечно ты кто такая очень рад что у тебя все хорошо болела нога все прошло молодец радость жизни я нашел убежище снайпер битком набитая аппаратурой для наблюдения они следили за мной целые дни недели возможно даже месяцы каждое мое действие записывалась и анализировалась о таком доказательстве мечтает каждый параноик дом там где тебе хорошо вот уроды а вот уроды а взяли взорвали я даже не досмотрел до конца блин ну короче не бомбу она взорвалась чуть чуть раньше и сам все подорвали молодцы так проявляли фотографии здесь ничего так убежище у них очень классно очень здорово ребята а чем вы тут лечились интересно почему я одного обезболивающего тут не вижу два пустынных орла вот о чем я мечтал в первой части какого хрена ты можешь брать две береты в руки два энгрэма в руки и не можешь брать два пустынных орла в руки что это за произвол ой блин плохо кинул ой плохо кинул тихо блин какая пушка классная двойная две большие артиллерийские хреновины держишь в руках так так это просто очень мощно так ничего на крышу надо чтобы пройти мне был нужен код за дверью были большие квартиры специальные они улучшены планировки на код тебе нужен ну извини уже не нужен чтобы пройти мне был нужен код вот туда дверью были большие квартиры специальные они улучшены планировки что шла одна нужно так нужно как вы точно кидаете то есть деда только волнует то что уборщиков здесь нет да а то что тут орудуют бандиты которые всех убивают это ничего нормально сразу вид детстар закалки так опа а выбить не можешь ты же полицейский тебе должны первонаперво были учить выбивать двери в случае необходимости куда-то дойти не ну реально не можешь вообще никак это странно правда странно ладно значит нужно вниз идти тут точно все точно блин мне по пару обезболивающих хотя бы опять мы возвращаемся к тому самому моменту когда не хватает обезболивающих хотя это первый уровень сложности так ладно только через крышу идем мы в подвал угу так обезболивающих вижу отлично а и и и и и и полиция нью-йорка мне нужен кота двери седьмого этажа да да я его знаю сейчас вот 667 сразу за числом зверя понял 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 вот хорошо оставайся здесь ладно блин классно мелодию напевает я прям помню я когда покупал агроманию там была видеоманя там вот в одном из номеров как раз была песня как раз из макс пейн 2 да какого черта тут вообще так меня налюбливаешь так сохраняемся берем 2 ингры мочую сейчас будет западня а уже два булитоляющих по нолям так молодцы хе-хе эй блин пустынный орел обалдеть просто взяли женщину убили только из-за того что она живет богаче от остальных нет просто они решили сделать здесь базу гибелует так ну вот дальше через крышу пойдем так вот это мне уже не нравится вниз получается iten тихиху тихо 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 родинге бакоберет откуда здесь бакобереты тихо это не хорошо от взрыва начался пожар но языки пламени не могли сжечь мое прошлое наоборот тени за спиной все росли и росли мне нужно было спуститься на улицу ну пойдем на улицу стивен если надо то надо это вам голова небольшая давайте пройдем еще и и так лифт конечно нет ожидал ладно не дайте будьте ой плохо да чтоб тебя где теперь ты будешь стоять какая у тебя третья позиция при хотел бы прикладом забить красиво ладно ладно хорош угорать сейчас все будет хорошо щас все будет ровненько он я же обещал так мне вниз надо или вверх так по идее по идее здесь прошла мода оставим за собой след из мертвых Уборщик. Мона умница. Тут-то и пойдет веселье. Тут-то и пойдет веселье с бомжом. Ух ты, у него два пистолета. Все те, кто со мной ходят, не выживают. Жена постоянно боялась. Солкины дети заперли дверь. Ты пришел меня спасти? Тебя? Вроде того, надо выбираться отсюда. Если потушишь пламя, то сможешь вылезти через окно на третьем этаже. Девушкам иногда приходится постоять у себя. Особенно шлюшкам, да? Понимаю. Меня зовут Вэн. Да, мне не важно. Стоять, сволочи! Где они? Далековато для моего дробовика. А вот для иглос вполне. Ребятки, побежали за мной. Банда моя! Бомж и проститут. Лучше команды не сыскать. Так, вот тут уже можно дробовичок взять. Так, вещички. А что там? БК. Я выключил газ. И пожар на третьем этаже больше не помеха. Пожар на третьем этаже, ребятки, больше не помеха. Где радость в глазах? Тихо. Блин, ребята, не мешайте. Хорошо. Зачем мне рисковать жизнью из-за всего этого? Ты что, предложение делаешь? Ха! Совсем старый, полоумел. Да, брда, чем мне пройти, блин? Так. Тихо. Тихо. Вот тут замедление времени тут сделано. Вот это классно. Вот это я понимаю. Прям четче. То есть ты быстрее будто... То есть они замедляются, а ты при этом перемещаешься так же. Это круто. Так, все, ребята. На третьем этаже пожар нынче не помеха. Побежали быстро, 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 быстро. А это второй этаж, где дедок? Ты что, дедка не уберила, что ли? Сдурела совсем? Блин, ну как так-то? Хороший мужик был, служивый. Анекдотов много знал. Взяла, убила, ни за что, ни про что. Ну ладно, может сама не убила, конечно, но... Не уберегла. А лучше мужика тебя не найти. Охренеть. Так. Да пошла ты. Своё дело она сделает. Сделала своё дело? Сдохла? Блин. Так вообще, что из бойлерсов в Хитмане стреляют. Так же круто. В Хитман 2. Silent Assault. Наверняка вы играли в него. И знаете, какой-то кайф. Почему только вниз? Хотя мне нужно... Да не, почему только наверх? Эх, как бы то ни было, шлюху жалко всё равно. Может быть она стала бы приличной женщиной. Готовила бы омлет своему мужику. Долго, но красиво. Опа. Аэрозоли всякие. Эх, что ж чёрт возьми. Куда там надо успеть прыгнуть-то? Всё понял. Очень просто, вот. Нихрена себе. Шлюх, жива что ли? Да. Потаскушка жива. Классно. Классно, классно, классно. Штурмовали твою квартиру? Ты бы ещё в яслях погром устроил. Что дальше бы? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганьите. Он в сговоре с кем-то ещё. Может, с уборщиками. Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь угоню идти в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала. Оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей. Туннель страха. Мон жила в старом павильоне ужасов. Его построили по какому-то телесериалу 90-х и забыли сразу после окончания сериала. Ух, какой интересный начало следующей части будет с вами у нас, друзья. Но на этом мы пока закончим. Огромное спасибо всем за внимание. До скорых и ярчайших встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok